Здравствуйте! В эфире программа «Разговоры по существу» и сегодня мы в гостях у директора 11 клавишеского центра Варвара Яковлева. Варвара, здравствуйте! Здравствуйте! Существует ли какая-то программа, допустим, программа повышения квалификации педагогических кадров в доп. образовании? Может, какие-то мероприятия проводят в связи с этим? Безусловно, в соответствии с федеральным законом об образовании, все педагоги обязаны повышать свою квалификацию не реже, чем раз в три года. Это их обязанность, чтобы не оставалось никаких сомнений в их профессиональной пригодности. Мы в этом плане очень активно сотрудничаем с Институтом повышения квалификации педагогических кадров, которые действуют в нашем городе. Но помимо этого, сверх этого еще, наши педагоги постоянно повышают квалификацию и через различные дистанционные площадки участвуют в различных конкурсах, фестивалях, выезжают на курсы и так далее. И помимо прочего, мы в этом году, буквально несколько недель назад, привозили специалиста из Москвы, Пчуричкина Сергея Анатольевича, который провел в течение пяти дней семинары для педагогов, для специалистов по работе с молодежью, для людей, которые по роду своей деятельности так или иначе работают с детьми. Провел очень интересные семинары, которые касались именно построения взаимоотношений в коллективе между детьми, родителями, педагогами. Они помогали лучше понять ребенка, помогали учиться и воспитанию детей, а не дрессировке, скажем так. Потому что у нас некоторые педагоги почему-то уверены в том, что если они педагоги, то дети должны им подчиняться. Но на самом деле это не так. На самом-то деле задача педагога просто вырастить ребенка, а не вырастить в нем комплексы, страхи и неуверенность в себе. Поэтому мы очень рады, что у нас была такая возможность, что мы это осилили, сделали сами. Специалист очень интересный. Семинар прошел и получил огромное количество положительных отзывов. Я думаю, что это не последний наш опыт в этом плане. Но не буду пока ни о каких планах говорить, потому что лучше уже говорить по факту. Хорошо. То есть получается было такое решение педагогических вопросов больше? Ну вы знаете, да, здесь был больше семинар, конечно, для педагогов, для специалистов по работе с молодежью. Но очень много интересного для себя можно было вынести просто родителям. То есть вопрос же в общем про коммуникацию. Вопросы рассматривались в общем о том, как устроен ребенок, как с ним общаться, чтобы не давить на него, как позволить ему развиваться. Потому что очень часто родители и педагоги просто пытаются погубить в детях вот это стремление к развитию и сделать его каким-то правильным. Но не всегда ведь правильно, это так, как видим мы. А вы сказали, что существуют педагоги, которые пытаются, ну то есть подавить ребенка. Я, может, неправильно перефразировал. И вот с этим возник вопрос. Насколько я понимаю, почти все педагоги, я могу быть не прав, но почти все педагоги, допустим, образование, женщины. Правильно? Нет, вы не правы. Нет, у нас очень, ну, большая часть, да, женщины, но у нас работают и мужчины, причем работают очень успешно. Различия в методиках как-то видно? Нет, абсолютно. Ну, единственное различие, наверное, в возрастной категории детей, то есть, конечно, мужчины, они больше любят работать с подростками, с людьми, которые уже более состоялись как личности. И, конечно, со самыми младшими категориями детей работают больше женщины. Ну, им это просто ближе в силу неких гендерных там особенностей их. То есть, ну, педагоги-мужчины справляются очень хорошо. И я сейчас, я не скажу, что я там отдаю предпочтение больше педагогам-мужчинам перед женщинами, но я очень рада, что у нас существует программа, в соответствии с которым индикативный уровень зарплаты педагога в нашем регионе, он должен быть достойным. То есть, на данный момент индикативная заработная плата педагога должна быть не ниже средней по региону. Вот на данный момент это около 71 тысячи рублей на одну ставку. У нас очень интересные программы проходят привлечение людей в эту отрасль. Но, потому что, ну, на самом деле всегда же, знаете, педагоги, это всегда они были каким-то слоем интеллигенции. То есть, на них лежит огромная важнейшая роль. То есть, этим людям мы доверяем наших детей. От того, как эти люди будут строить свои коммуникации с нашими детьми, что они им будут давать, будет очень сильно зависеть, какое мы получим с вами поколение, какую Россию мы с вами получим через 20 лет. Вы сказали, что не хотите говорить о планах, но вначале вы сказали, что вы уже реализуете курсы по повышению, как я понимаю, компьютерной грамотности своего рода. Ну, это для детей. Это курс дополнительного образования для детей. На данный момент это проект. Очень плотно мы к нему приступим с осени. Я думаю, что будем анонсировать отдельно. Пока что мы... Программа уже написана, курсы пока что все очень сильно упирается в материальное обеспечение, потому что закупить компьютеры, графические планшеты и прочее оборудование, документ-камеры и прочее все, это, ну, не так дешево. Вот, поэтому на это нужны деньги. Мы планируем запустить это все с сентября. Сейчас программа написана, но действовать она начнет немного позже. Но это программа для детей. Ну, даже если это правило, как уже определение будущей профессии, как графический дизайнер, потом основную манеру... Безусловно, да. У нас же дети современные, они же совсем другие. То есть у нас Россия в будущее идет к тому, в принципе, что цифровые технологии, они настолько плотно входят в жизнь, что уже, ну, без этого никак. И когда ребенку нравится рисовать, да, не всегда нужно ему давать лист бумаги и краски. Попробуйте дать ему планшет, он будет на этом... То есть сейчас вся мультипликация, например, уже создается полностью в электронном виде. То есть если раньше ее отрисовывали, сейчас она уже полностью рисуется. Мы просто... Мы видим, что у детей есть потребность. Дети все время сидят в гаджетах, постоянно. Так нужно просто эту энергию и эту потребность направить в нужное русло, чтобы они научились не просто сидеть в гаджетах, а дать им более профессиональный инструментарий для того, чтобы они смогли это все оформить. И, возможно, это в будущем станет их профессией. Если это будет так, я буду просто счастлива. Ну, тогда опять же здесь встает, мне кажется, кадровый вопрос. На плане, ты нужен узконаправленный специалист, который может обучить работе с планшетом, который знает, что такое программы для... Ну, не для рисования, графические программы на компьютере. Да. Нам очень повезло, потому что у нас такие специалисты есть, и эта программа была предложена именно этими специалистами. Я отталкиваюсь от них. Девушки, которые работают в Центре доп. образования Эврика, они прям... Ну, им это нравится. И они мне это предложили сделать, и сейчас мы поэтому это и делаем. Я очень рада, что у меня работают такие талантливые люди. Ну, несмотря на то, что вы опять же не хотели делать план, но, может, все-таки расскажете о дальнейших направлениях развития, которые хотя бы планируются. В принципе, работа вся, она идет очень планомерно в текущем режиме. То есть я планирую, конечно же, более плотно внедрять цифровые технологии. Я планирую развивать спортивные направления больше, потому что у нас есть центры, которые находятся в сложных микрорайонах с социальной точки зрения, где очень много неблагополучных семей идет. И я вижу необходимость там все-таки открывать какие-то спортивные секции, чтобы, опять же, энергию детей направить в нужное русло, чтобы они увидели, так сказать, альтернативу тому образу жизни, который они видят ежедневно и так в своих семьях. На этом все. Это была программа «Разговоры по существу». Сегодня мы были в гостях у директора детско-юношеского центра Варвары Яковлевой. Варвара, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова